Работа управления здравоохранением, она неразрывно связана с работой санитарно-эпидемиологической службы. Потому что все-таки, как бы ни говорили, но мы делаем одну работу. Мы вместе очень тесно сотрудничаем, хотим еще более тесно сотрудничать. Это пандемия, она как раз и показала те моменты, что необходимо делать одну единую работу, вместе добиваться одной цели. Вот сейчас я на Бельсин, мы уже многих результатов добились. Как вы видите, мы сейчас помещены, находимся уже без масок. Потому что эпидемиологическая ситуация уже стабилизировалась. На сегодняшний день у нас всего 10 пациентов сейчас по области находятся в стационарном лечении. Из них получается СУНОВ-7-1, то есть с верифицированным диагнозом всего лишь 2 пациента. А остальные пациенты у нас СУНОВ-7-2, то есть те, у которых есть пневмония, признаки, не исключающие инфекцию по данным компьютерной томографии и по данным клиническим исследованием. Но мы уже сейчас можем смело сказать, что у нас выявляемость практически уже бывает дни, что вообще без выявляемости. Поэтому мы как раз хотели обратиться к нашим отмоленцам, к нашим коллегам. То, что на сегодняшний день действительно результаты совместного нашего труда, от силного труда уже достигнуты во многом. Но, тем не менее, мы хотели обратиться, что все-таки не стоит, как говорится, расслабляться. Коронавирусная инфекция, к сожалению, она еще в мире не исчезла. В нашей стране еще полностью не исчезла. На сегодняшний день, я могу сказать, 30 с чем-то, да, по республике? Да, 32 случаи. 32 случаи еще выявления, это говорит о том, что все-таки инфекция может передаваться. И, конечно, мы бы хотели вместе сказать, что необходимо еще все-таки сохранять все те меры, которые мы предусмотрели. Да, благодаря тому, что мы сегодня можем, мы, наверное, впервые за эти два года друг друга без маски увидели, потому что мы как раз познакомились, да, 15 мая 2020 года, когда уже были введены карантинные ограничения, масочный режим. И вот, ну, два года еще, плотно работали. Мы видели друг друга, с нами, с нами друг друга. Сейчас мы впервые без масок. По глазам друг друга узнаем, да. Ну вот, то, что на сегодня эпидемиологическая ситуация стабильная, и в день, вот у нас был один случай, несколько дней, вот было три дня подряд, не было случаев регистрации пациентов положительных заболеваний коронавирусной инфекцией. Это, я считаю, заслуга вот того, что мы провели такую большую кампанию совместно с медицинскими организациями, совместно с местными исполнительными органами по вакцинации населения. Потому что во все времена специфической профилактикой непредупреждения инфекционных заболеваний это была вакцинация. И на примере коронавирусной инфекции мы сегодня видим, так как первым компонентом у нас больше 74% привито население, сейчас активно идет ревакцинация. Мы по республике занимаем шестое место по ревакцинации от подлежащего контингента. Больше 50% подлежащего контингента уже прошли ревакцинацию. Сейчас вот увеличили контингент, практически сейчас все могут прививаться вакциной Pfizer, которая есть в наличии в достаточном количестве. Также есть вакцина и Казвак, и Вероцел вакцина, да, в ассортимедия вакцина есть. И по ежедневной динамике мы видим, что вакцинация продолжается, и люди приходят, прививаются. Даже те, вот, например, вчера, буквально, у меня спрашивали, те, кто, например, вообще не прививался, там, у кого были медотводы, кто отказывался, то на сегодня есть желание, расскажите, сколько дней между первым и вторым компонентом. Буквально, вот вчера на заседание этим акциям спрашивали один из руководителей ГУСОРГОНО, который на сегодня, к сожалению, не был привит. Вот, поэтому все ограничения сняты в зеленой зоне, так как мы находимся в зеленой зоне. Но если рост будет заболеваний, то будут вводиться ограничительные мероприятия, да, и сейчас ограничения практически все сняты, но по рекомендации могут руководители сами вводить эти ограничительные мероприятия, и в местах массового скопления могут и масочный режим, если сам руководитель предприятия, ну, хочет предупредить, да, потому что, как бы, воздушно-капельная инфекция, в любой момент может пойти рост, то здесь вот на усмотрение руководителя предприятия. И, ну, к населению хотелось бы обратиться, те, кто еще не получил вакцинацию, получите вакцинацию, проходите, у нас по области неблагоприятных реакций на вакцины не зарегистрированы, каких-либо тяжелых осложнений не было, все благополучно прошли вакцинацию, и вот, хотелось бы, чтобы не занимались само лечением, потому что вот те летальные случаи, которые у нас были зарегистрированы по области, в большинстве случаев, они связаны с тем, что было позднее обращение, занимались самолечением, поэтому вот не заниматься самолечением, обращаться в медицинские организации своевременно, чтобы получали лечение, особенно тех, кто еще не получил вакцину, потому что вот с начала года мы видим, что именно невакцинированные лица старшего возраста, именно они входили в категорию тяжелых больных, и которые, к сожалению, были летальными условиями. Поэтому всем здоровья, благополучия, ну, соблюдать все эти карантинные меры, при посещении медицинских организаций обязательно масочный режим, обрабатывать руки, если нет возможности помыть, то чтобы всегда был с собой бутылочек, да, здесь и средством, да, это оно должно у нас уже сопровождать, ну и здоровья всем.